Продолжаем. Когда мы говорим о таких высших путях Божьих и высшем истолковании Торы, то есть, в Нагорной проповеди Иешуа дает нам высшее истолкование Торы. И особенно в Нагорной проповеди Он говорит о заповедях блаженства. И у вас есть напечатанное то, о чем мы будем говорить о заповедях блаженства. И это поможет вам видеть то, о чем мы говорим. Мне нравится то, что Павел говорит Римлянам 8, 11 по 12 стих, когда он говорит о законе Духа. И он говорит о том, что мы принимаем верой благодать Духа Святого. И это то, как мы исполняем Божьи высокие цели. И это то, как мы ходим Божьими высокими путями. И он говорит о основании и таких границах жизни. И это основания и границы жизни в вере. Как мы уже говорили, вводимый любовью Божьей, снаряжен благодатью Духа Святого. И я верю, что это та фраза, за которую мы должны ухватиться. Жизнь, которая вводима или направляется Божьей любовью, укреплена или снаряжена великими дарами Духа Святого. И это то, в чем Павел ободряет людей ходить. И то, как мы также можем увидеть в Якова 2.22, что он говорит, что мы не поступаем или делаем дела, чтобы заслужить нашу праведность или получить спасение или получить благорасположение от Бога и людей. Но мы проявляем нашу веру через дела или действия, которые дают плод, и это приходит от внутренних мотиваций нашего сердца. И мне нравится, что говорит Давид в нашем переводе к Псалам 39, 9 стих. «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». И это то, что Бог хочет, чтобы мы имели, чтобы желать исполнить Его волю. И это так же то, что говорит и Эзекииль, и Иеремия, чтобы Его закон был в наших сердцах. И Иешуа показывает через заповеди блаженства, о чем идет речь. И очень часто мы можем смотреть на эти принципы блаженства и думать, что это очень сложно. Было ли у вас такое, что вы смотрите на эти заповеди блаженства и думаете, что для меня это сложно их исполнить? Мы будем говорить о том, как сделать их проще. Потому что ключ заключается в том, что Дух Святой дает нам силу. Есть еще один момент. Нам нужно сотрудничать с Духом Святым. Мы должны позволить Ему дать нам силу. чтобы ходить этими путями. Это то, как мы будем переживать благословения. Я всегда удивлялся, почему Ешуа говорил так, что благословены те, которые поступают так и так, если будет вот так сложно ходить такими путями. Вы можете подумать, что это делает таким образом вызов нам. Означает то, что мы должны страдать, чтобы иметь такую позицию. Но мы не страдаем, если позволим Духу Святому дать эту позицию в нашем сердце. Давайте мы их рассмотрим. И первое, это блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Что же означает быть нищим духом? Это не означает быть бедным в деньгах, нищим деньгами. Но это означает то, что мы имеем великую нужду в духовном росте. У нас есть великая нужда в понимании истины Бога. И вот, что нас причиняет, чтобы мы искали Божью благодать. И чем больше мы зависим от Бога, тем больше мы получаем Его великую жизнь. И также оно показывает нам, как первоочередность, она давит на Бога, вместо того, чтобы быть пассивным. И это то, как мы переживаем прорыв. И следующая заповедь блаженства, это блаженны плачущие, потому что они утешатся. О чем мы плачем? О чем мы можем думать, что мы плачем? Мы можем плакать о своей греховной натуре. Иными словами, мы должны скорбеть о нашей греховной природе. А в то же время мы должны искать или нуждаться в Божьей благодати. Это также нам помогает увидеть, как плоская натура должна умереть. Потому что мы знаем, что что-то должно умереть, чтобы что-то было воскреснуто. И это то, как мы увидим подтвержденную воскресную жизнь. Это также означает, что мы должны понимать, в чем истинное покаяние. Истинное покаяние – это тогда, когда мы отвергаем нашу греховность и мы желаем измениться. И это также означает, что у нас не должно быть желания или мира идти на компромисс. И также должно помогать нам увидеть, насколько много мы можем получить в Боге. Это так, как мы получаем утешение. И следующее – это «блаженны кроткие, потому что они наследуют землю». И когда он говорит о смирении, он говорит о скромности. Но в скромности мы проявляем веру. И также показывает нам необходимость, что нам нужна Божья благодать. И это то, что оставляет нас в состоянии благодарности. Это не только держит нас благодарны в отношении Бога, но это помогает нам быть сфокусированным на том, чтобы быть подобным Иешуа. Потому что он был таким совершенным примером кротости, где он имел под контролем силу, власть. И также имел контроль над гордостью и эгоизмом. И вот что это означает быть слугою. И это тот вид кротости, который имеет в наследии Божье благословение. И следующее – это «блаженны, алчущие и жаждущие правды, потому что они насытятся». А о чем мы по-настоящему жаждем алчи? Мы алчим, чтобы видеть Бога и искать Его и исполниться Им. Мы стремимся, чтобы быть верным Богу. И это то, как мы переживаем реальность Царства. И это то, так же, как мы находим свободу в Божьей праведности. И опять же, речь идет не о нашей собственной праведности, а о Божьей праведности. И это помогает нам иметь страсть, чтобы достигать ценности Божьей, но не ценности мира. И это также ставит нас в позицию, и чтобы быть наполненным настоящей сущностью Бога, новой жизнью в Духе. Это как будто два вида еды, которые мы кушаем. Или еда, пища мира, или пища Духа. И следующее, блаженны и милостивы, потому что они помилованы будут. И это то, о чем мы только что говорили, о хождении в сострадании. И это иметь сострадание к тем, кто страдает в несправедливости и под давлением. Кто из нас страдает в ежедневной работе от несправедливости и угнетения или каких-то ситуаций в жизни? Это то, где мы переступаем себя и наши ситуации. И мы вступаем в Божью верность. И мы вступаем в те способности Его помощи нам. И это также помогает иметь нам чувствительный дух в то время, когда мы разочарованы. или мы видим людей, которые в то время, когда они оступились. Это помогает нам быть верным Богу, благодарным Богу. И это помогает нам ценить, еще высоко ценить Его искупление. И помните, что искупление и избавление это один из важных тем вопросов, которые Бог открывает в Торе. И когда мы ходим с такой позицией, имея, любя, милость, это помогает нам побеждать злость и обиды. Боже, помоги мне в этой сфере. И следующее. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. И это говорит о чистоте нашей морали, мотивов и методов. Это, иным словами, это то, как мы рассматриваем вещи, события морально. И быть чистым в наших мотивах — это отвечать на вопрос, почему мы так делаем. А чистота наших методов — это то, как мы делаем. И так же это помогает нам понять, сделать акцент на отдаче, нежели на получении. И так же помогает нам противостоять манипуляциям. А в мире там действует, в мир действует с манипуляциями. Но Бог хочет, чтобы мы имели высшую позицию. И это то, что помогает нам ходить в целостности и в страхе перед Богом, в страхе Божьем. И это помогает нам получать больше от Бога. И это то, что означает видеть Бога. Это также означает иметь отношение, переживание Бога. И поэтому быть чистым сердцем — это говорит о том, что иметь великую возможность, чтобы проявлять любовь. И помните, когда мы говорили о рахаве, это любовь, которая проявляется в сострадании. И это то, когда мы видим Бога, как мы видим Бога. И чем больше наше сердце, тем больше мы видим Бога. Неинтересно ли это? Следующее. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». И мы знаем, как мир говорит о том, как получить мир. И первое, о чем говорит это, что иметь мир с Богом. И поэтому, чем больше мы имеем мир с Богом, тем больше мы можем принести и дать мир другим людям. И также речь идет о примирении и восстановлении разрушенных отношений. И это то, что по-настоящему дает Божий шалом. Он приносит Божий мир. И более важно, он также дает процветание души. Потому что, когда мы растем или процветаем в наших душах, мы процветаем в других вещах. И это помогает нам быть более чувствительным к другим людям. И интересно, что вот именно так мы будем названы сынами Божьими. И видите, что это есть разница между, что мир говорит о другом, в мире говорят о другом мире. Это речь идет о том, чтобы приносить Божий мир, Божий шалом людям. И следующее, последнее говорит, блаженны, изгнанные за правду, потому что у них есть Царство Небесное. Давайте поговорим о том, чтобы же быть преследованным или изгнанным. Потому что я верю, что мы все переживаем разные виды преследования. И, с одной стороны, это речь идет о том, когда у нас есть сопротивление или наказание физическое, с одной стороны, и в то же время и социальное, устное или финансовое. в то время, имея в виду, что люди нас наказывают в социальном мире, или мы переживаем такое преследование с финансовой точки зрения. И преследование через настойчивость в этих вещах производит Божий характер. И вот, что Бог имеет в виду, когда говорит о Духе Славы, который покоится на нас. Потому что Бог хочет, чтобы мы переживали Его славу. И тема заповедей блаженства – это большая тема. И, к счастью, это помогает нам, в чем Дух вот этих заповедей блаженства. И мы поговорили уже о многом. И я хочу сегодня сделать так же, как и вчера, поговорить о вопросах, которые у вас есть. Теперь вопросы. Есть многое о чем подумать. She likes like you teach and like you is moving in the Holy Spirit. Praise God. Слава Богу. She feels the presence of the Lord. Lord presence. Ты это вопрос? Да. Скажи, скажи из класса, чтобы слышал. Да, но я принесил уже это принешение в Боге. Нам слава не проводится. Окей. We have two questions. Third question about Noah. Did he... Noah? Noah. Noah. Did he sacrifice something to the Lord or not? Did Noah sacrifice something to the Lord? Yeah. I believe Noah sacrifice his... For one thing, he sacrificed his time. He was obedient to the Lord. С одной стороны, он приносил в жертву свое время. Он был послушен Богу. He was mocked and criticized by the people around him. Его критиковали люди, которые были в его окружении. So he really sacrificed his whole life. По-настоящему, он как бы принес в жертву всю свою жизнь. Think about what he did and how long it took him. Подумайте о том, что он сделал и сколько времени это ему заняло. Люди думали, что он сошел с ума. He did something, that they said made no sense at all to build a boat on dry land. Он делал то, что не было смысла. Строил корабль в сухой земле и строил настолько большой корабль, которому не было никакого логического смысла. и он приносил все в своей жизни, в свое время, в свою жизнь, просто будучи послушным. Ты доволен от ответа? Окей. Окей. О, о чем он нужно было чистым и нечистым животным? Для чего? И как он это определил? Что чистые животные, а это нечистые? Я верю, что он был Вадим Духом Божьим. Все так просто. Я рассчитывал. Я рассчитывал. Главное, что ты с ним будешь делать. Он сказал, что это очень просто. Он предполагал, что ответа будет очень долго. А теперь вы понимаете, как я рассматриваю Тору. Я вижу простоту Божью. Я верю, что многие люди делают многое понимание очень сложным. Потому что и в моей жизни было такое время, когда я все усложнял. Но и Бог мне показал, что все это касалось гордости, чтобы сделать нас в каком-то смысле умными такими. Но я верю, чем больше мы понимаем Бога, тем больше мы понимаем, как простые вещи они. Я верю, что чем больше мы понимаем Бога, тем больше мы понимаем, насколько все просто. и речь идет о том, что мы все, что сложное такое, мы упрощаем. И вот почему я делаю ударение на том, что наше богословие, или понимание Бога, оно начинается из откровения, того, которое мы получаем из Писания. И оно простое. Бог не должен быть таким трудным в понимании, сложным в понимании. Это человек, который делает Бога трудным в понимании. Аминь. Тебе не сведущий учитель не ответил на этот вопрос? Окей. Давай мы вспомним это место Писания в Писании или в Бутие. В 15 главе? Он спросит о сынах Бога. И их имя Рифаим. 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 Сонны о Боге. Да. Они имеют в Тора. Как ангелы? Как ангелы, но они имеют определенный имя. Я посмотрю. Это фалленингелы? Или... Вы знаете, кто это? Генесис. Да. Ангелы — это очень большая и другая тема. Есть ангелы, и у них есть разные ответственности, роли. Но мы говорим о нас, о людях. Это гиганты, да. Есть урок, который Бог научил мне несколько лет назад. Было время, когда я изучал разные темы касательно Торы. И Бог обличил меня в том, что мне нужно концентрировать свое внимание на духе закона. Мне нужно фокусироваться на Его любви. Не на том, что сложное. Это как, например, книга Откровения. Она может выглядеть очень сложной, но мы также можем сделать ее очень простой. А множество людей делают ее, не усложняют ее. А Бог хочет, чтобы мы фокусировали свое внимание на простых вещах — на любви к Нему и любви к людям. Это то, о чем Тора. Это то, о чем десять утверждений, заповедей. Она говорит о президентах, которые являются в Институте Христос для народов. И они были студентами, и Валентин Статьяны. Он сын основателя библейской школы. Одно из его таких призваний от Бога — это в сфере творения и ту тему, которую ты только что поднял. И он написал книгу на эту тему. Я не знаю, как это перевелось бы на русский, но название оно как бы проговорило или задело мое сердце, потому что у меня так же есть много вопросов. Может быть, это тот источник, где можно искать ответы. Он просто написал книгу, и она очень интересная, я думаю, что она имеет некоторый ответ. И то откровение, которое было дано ему касательно этой темы. Она попытается найти имя, не помню, но касательно темы и гигантов, и творения. Как отделить границы между любовью и милостью человеку, чтобы это не происходило в конкурс-поблика? Сейчас, один минуту, пожалуйста. Как вы можете определить ограничение границы между любовью и любовью, и в том числе, когда вы можете поддерживать или спонсор на его судьбу? Например, вы показываете им границу и любовь, но в таком случае вы можете помочь им в его судьбу? Как вы можете увидеть этот лимит между этими двумя? Это тогда, когда мы подходим к вопросу, говорить, что мы не даем возможность кому-то согрешить. И это там, где также мы соединяем любовь и истину. Нам нужно иметь сострадание и любовь к ним, но это не означает, что мы будем им помогать грешить. Это также означает, что мы любим людей, когда делимся с ними истиной. В то же самое время, как и отец воспитывает своих детей. Мы воспитываем, дисциплинируем их в любви тем, что делимся с ними истиной. А некоторые люди думают, что если ты делишься с ними истиной, говоришь им истину, то ты их не любишь. Но это тот момент, когда Павел говорит, а когда мы говорим истину с любовью. И мы должны понимать, что благодать или милость, в данном случае, она не лицензия или разрешение для греха. А благодать учит людей жить в любви. Вопросы? Вопросы? Спросите насчет 613 заповедей. Есть ли в Торе 613 заповедей? В Торе 613 заповедей. Но мы вначале начали рассматривать Тору из пяти книжек Моисея. И также есть и другие книги, которые также написаны. И помните, что мы отделили вот эти 10 утверждений, потому что они написаны Перстом Божьим. все остальные заповеди, законы, постановления, они были основаны на разных ситуациях. И это то, что каждый город имеет разные законы, основанные на разных ситуациях в разных местах. И это то, что по-настоящему Бог дау, явил. все остальные 603 заповеди, потому что 10 – это отдельно, 603, они для того, чтобы управлять особыми ситуациями. Если мы понимаем дух закона, мы поймем дух вот этих 603 заповедей законов, и мы поговорим также позже о примере цицид. Многие люди говорят, что была заповедь носить цицид. Это правильно, но если, кроме того, когда вы рассмотрите, где Бог дал эту заповедь, он дал эту заповедь после того, как эти разведчики пошли смотреть Землю. И помните, у 10 из них был неправильный или плохой отчет. И только Ехошуа и Халев имели веру. Поэтому, чтобы другие люди имели веру, он дал заповедь носить цицид. чтобы иметь такое напоминание, что нужно иметь веру. Но если бы они имели веру в начале, как у Ехошуа и Халев, им не нужно было бы носить цицид. Вы понимаете? Неинтересно ли это, что в Новом Завете мы не говорим, что есть грех не носить кипу. Потому что Бог говорит, что Бог покрывает человека, мужчину, а мужчина покров для женщины. вот почему у нее длинный волос. А заповедь носить кипу, вообще-то она не заповедь. Это человеческая заповедь. потому что Бог мой покров. Я могу носить кипу, чтобы напоминать себе, что Бог мой покров. Но если мне не нужно напоминать постоянно, потому что я верю, что Бог внутри моего сердца является покровом, тогда мне не нужен напоминание. Понимаете? Увидели ли вы такое слово хай, то есть живой, который висит на цепочке или на груди. И знаете, как я рассматриваю вот эту надпись? Сандпепер. Это как будто стертая бумага. Потому что я хочу, чтобы оно было написано на моей груди. Чтобы напоминать мне, что у меня должно иметь мягкое сердце. Иными словами, как будто это было вытерто на моем сердце. И потом я как бы понял, что это было глупо. Потому что если мое сердце правильно, мне не нужно такое постоянное напоминание. Это вот как и все остальные законы, они постоянно являются напоминанием. И когда вы читаете продолжение молитвы Шма, и там речь идет, что нужно иметь напоминание о Боге на челе, на руке. Вот почему ортодоксальные евреи носят тфилин. Они обвязывают его на руке и ложат его на голову. Потому что это буквальное столкование слова. Но Бог не сказал в словах, чтобы использовать тфилин. И Бог сказал, что мы должны иметь свое слово в разуме и в сердце. И поэтому речь идет о сердце. А вот почему Павел говорит, что закон Духа, он спасает нас от закона буквы и смерти. Потому что все 603 заповеди это о законе смерти и о законе греха и смерти. Окей. Субтитры подогнал «Симон»